Лабулярия. Лабулярию размножают посевом семян в открытый грунт в конце апреля-начале мая. Но я буду делать это сегодня 10 марта у себя дома рассадным способом. Почему я сею семена лабулярии на рассаду? Да потому что они очень мелкие и ветер может их разбросать или неблагоприятные погодные условия могут просто-напросто погубить их. Лабулярия зацветает буквально спустя 2 месяца после посева. И уже в мае я смогу любоваться нежными и ароматными цветочками этого замечательного растения. Итак, приступим. Насыпаем наш контейнер грунт. К почве лабулярия требовательно подойдет любая нейтральная или слабощелочная. Я добавила немножко песочка. Купила грунт универсальный для рассады. Вчера я пролила этот грунт раствором фитоспорин. Это фунгицин широкого спектра действия. О нем я говорю в каждом видео. Не обхожусь без него ни при одном своем посеве. Так, вот, насыпали нашу земельку. Слегка так утрамбовали. Не надо слишком прямо так уже прямо утрамбовывать со всей силы. Слегка, чтобы нашим корешкам было свободно и легко прорасти. Так, утрамбовали. Берем наши семена. Как я говорю, семена довольно мелкие. Так что их лучше высыпать на какой-нибудь листочек. Вот наши семена. Наши семена. Их достаточно много, как мы видим. Так, все до одного. Вот и все. Я воспользуюсь... Пролю нашу почву еще раз фитоспорином. Хорошенько так пролейся. Не делайте, конечно же, болото. Вот и все. Можно сеять, делая такие грядочки с помощью карандаша, либо как у меня вот фломастер. Но я буду сеять хаотично. Вот таким вот образом. Вот и посели. Семен достаточно много, еще раз повторюсь. Стараемся, чтобы было так удобненько, аккуратненько. Вот и все. Вот и мы посели наши семена. Не стоит загущать сенцы. В дальнейшем сенцы можно будет проредить или пикировать, то есть рассадить в отдельные стаканчики. Далее прижимаем наши семена. Аккуратненько ручкой можете прижать, чтобы они так ближе были к земельке. Вот. Немного так прижали. И... Поливаем опять-таки из пульверизатора. В эту водичку, это обычная кипяченая вода, я добавила одну каплю циркона, либо любого другого стимулятора, для того, чтобы наши семена быстрее смогли прорасти. Можно использовать эпин. Ну вот, я добавила циркон. Циркон также содержит фунгицид, поэтому таким образом мы обеззаразим наши семена. Вот, немного так сбрызнули этого. Хватит. Что делаем дальше? Накрываем обычным салафановым пакетом. Обычным салафановым пакетиком. И ставим в топлое, светлое место. Для прорастания семян лобулярии обязательно нужен свет. Я поставлю на подоконник. В начале мая я высажу свою рассаду на постоянное место в открытый грунт. Но место желательно, чтобы было солнечное. Растения стоит высаживать аккуратненько вместе с комом из земли, чтобы не повредить корневую систему. Расстояние между рассадой должно быть примерно 15 сантиметров, чтобы не образовывалось каких-то грибковых заболеваний и наше растение могло полноценно развиваться. Перед высадкой в открытый грунт можно почву обогатить органикой. Я свою рассаду, свои цветочки за весь сезон буду подкармливать всего лишь 2-3 раза. Первая подкормка будет комплексным минеральным удобрением перед цветением. Вот и все. Лобулярия это не капризное растение и вырастить его сможет любой начинающий любитель цветов. Вырастив здоровую крепкую рассаду, мы сможем любоваться... Лобулярия порадует нас своим долгим цветением до самых заморозков и с приятным таким медовым ароматом. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok